На выходных я рассказывал вам историю про 205-ю бригаду, российскую бригаду на Херсонском направлении, в которой происходит, с точки зрения российских военных, настоящий кошмар. Не хватает снабжения, дебилы-командиры посылают людей, когда на самоубийственные миссии, когда на три буквы. В общем, всего не хватает, сверху начальство не обращает на это внимания, настоящая катастрофа. И эта история получила развитие. Проверяющие наконец-то доехали до 205-й бригады. И знаете, что начало происходить? Ничего нового. Как я и сказал в том ролике, эта система работает не так, как работают нормальные системы. Начались поиски виноватых, но не в том, что происходит в 205-й бригаде, а в том, что эта информация утекла. Началась информационная война внутри Z-сообщества, где одни пытаются дискредитировать других. Все это достигло невероятных по нынешним меркам масштабов. Почему по нынешним меркам? Потому что после того, как посадили стрелков и убили Пригожина, особо никто не лез на рожон и не пытался напрямую достучаться до какого-нибудь армейского руководства. Несмотря на то, что в российской армии эти процессы происходят уже долгое-долгое время, как-то военблогеры пытались сидеть молча. Однако сейчас 205-й бригада их прорвало. Не всех, конечно, путинских военкоров как раз не прорвало. И они стали в том числе теми, кто отмазывает российское руководство и российское военное руководство от всего происходящего. За одним исключением. Один из таких путинских военблогеров все-таки вписался в эту историю и предсказуемо написал, что все будет катастрофически, если эту проблему не решить. В общем, проверяющие ничего не начали проверять. Они начали искать, из кого утекла информация и всячески пытаться делать вид, что все под контролем. Вы знаете, вот к ролику про 205-ю бригаду было некоторое количество комментариев. Да, я читаю ваши комментарии. Спасибо вам за то, что вы их пишете. Спасибо вам за то, что вы пишете. Их так много. Это очень здорово. Это дает и мне обратную связь и повышает, собственно, показ ролика в самом Ютубе. Ну, то есть его выдают большему количеству людей. Вот там в некоторых комментариях был такой вопрос, ставший уже классическим для моего канала. «Майкл, а зачем же вы рассказываете про проблемы российской армии? Ведь они эти проблемы решат и станут сильнее. Вы что, подыгрываете российским военным?» Я много раз отвечал на этот вопрос, но мне не впадло еще раз. Тем более, что есть такое наглядное подтверждение, с которым вы сейчас и ознакомитесь, о том, что это все работает совсем не так, как вам может представляться. Эти рассказы не ведут к тому, что проблемы исправляются. Эти проблемы известны и военно-начальникам, и практически всем. Просто сама система устроена так, что проблемы не признаются и не решаются. Проблемы замазываются, заметаются под ковер и рассказывается, что все хорошо. Потому что это основная цель системы, которую создал Владимир Путин. Докладывать наверх, что все под контролем и все замечательно. И эта система работает на каждом звене из тех звеньев, о которых мы с вами говорим. Ну, а рассказываю я про эти проблемы с одной простой и понятной целью. Для того, чтобы люди, которые задумываются о том, чтобы пойти в российскую армию, служить в российской армии. Ну, понятно, не те люди, у которых есть там моральные принципы и все остальное. Эти-то, понятно, никогда не пойдут совершать преступления на территории Украины. Но есть люди, у которых нет морального компаса, но у них все равно есть свой шкурный интерес. Для того, чтобы они поняли, что этот билет в один конец и идти туда не надо, неважно, добровольцам, по мобилизации или еще как-нибудь. Я и записываю эти видео. И, насколько я понимаю, эффект это производит. По крайней мере, из обратной связи, которая ко мне поступает, я такой вывод делаю. Ну, а теперь давайте погрузимся в этот замечательный мир очковтирательства и жалоб Z-блогеров. На то, как все проблемы, которые они описывали, решили замолчать и, наоборот, наказывать тех, кто про эти проблемы рассказывает. Итак, в предыдущей серии кратко. Есть 205-я бригада на херсонском направлении, в которой происходит настоящая жесть. При этом, как пишут Z-блогеры, это не только в 205-й бригаде, это в целом характерно для всего херсонского направления. Скорее всего, не только для херсонского. По крайней мере, если верить Z-блогерам. Снабжения нет, командиры дураки и, собственно, решением проблем никто не занимается. Как вы помните, Романов Лайф в конце написал, что я добился того, что туда едет проверка, поэтому, солдаты, когда к вам приедет проверка, расскажите все как есть, иначе я больше за вас вписываться не буду. Поэтому начнем мы как раз с Z-блогера Романов Лайф, который рассказывает, чем дело кончилось. По 205-й бригаде. Сегодня утром прилетел аж целый помощник заместителя министра обороны. Командование бригадой выгораживается. Решение командующего продлить отстранение от должности КР и не допускать КЛС. У бойцов изымают телефоны, ищут утечку. Взяли голосовые одного из военнослужащих, нарезали и пытаются пришить саботаж. Команду взвода РГР хотят завести уголовку. В расследовании полный бред, типа попал в засаду, не смог ее уничтожить и продвинуться дальше по маршруту. Реальные причины возникновения ситуации, изложенные обстоятельства, проверяющие игнорируют. Вот так да, вот так неожиданно, правда, никто же не ожидал такого развития событий. Но дальше круче. Дальше пишет Сапаньков. По 205-й бригаде ходят мрачные слухи, что получился выпуск Кривого Зеркала. Разные телеграм-каналы пишут, что приехали органы следствия и начали кошмарить людей, чьи фамилии указаны в обращении. Это командир роты Османов и сержант Магомедов. Почему? Потому что их фамилии указаны в публикациях СМИ, а больше никаких имен не называлось. Я лично замазал фамилии Камбрига и начальника разведбада, чтобы не выдать личные данные, хотя они были в интернете и у нас в публикации противника. То есть, по слухам, следствие не смогло установить фамилию командира 205-й бригады, которая начинается на Т, а заканчивается на В. Также следствие не смогло установить начальника разведки, фамилия которого начинается на А, заканчивается на В. И решило дрючить младший командный состав, который пытался сберечь своих подчиненных. Я, конечно, в эти слухи не верю. Это вообще попахивает дискредитацией армии, но если вдруг допустить хотя бы маленькую ничтожную вероятность, что это правда, то мне просто становится страшно. Поэтому я гоню эту мысль как можно дальше. Но на всякий случай прошу органы ДВКР разобраться с этой историей. Особенно с историей, что органы следствия не смогли установить фамилию командира бригады и поэтому решили кошмарить командира роты. Дальше в ход пошла тяжелая артиллерия, чтобы уже осадить, так сказать, Z-общественность и рассказать, что все хорошо. А именно, появилось видео, на котором якобы бойцы 205-й бригады говорят, что все, что было рассказано про их бригаду, полное фуфло. Что на самом деле это не соответствует действительности. У них все замечательно и со снабжением, и с боями, и с командирами, и вообще все у них прекрасно. Это начали разгонять и Соловьевские сеточки, так называемые, в телеграммах, и какие-то не очень большие каналы тоже типа с Z-блогерами. Вот один из них, например, в усильниках. О ситуации на островах на Днепре прилетела ответочка. Бойцы 205-й бригады, которые держат позиции на острове на Днепре, ответили блогерам, разгонявшим тему, что там все пропало. Парни спокойные, немногословные, просят блогеров не гнать и вообще не мешать им воевать. Напомню, несколько дней назад несколько блогеров-гуманитарщиков вынесли в паблик тему о проблемах на островах. О том, что якобы командование бригадой кладет там пацанов пачками, забрасывает их на позиции без еды и без возможности окопаться. По информации от моих источников, ситуация была совершенно передернута и преследовала цель очернить командиров бригады, что в общем-то и получилось. Надеюсь, спустя время смогу подробнее рассказать о подноготной этого конфликта. Замечательный анонс, я надеюсь, так продолжится, и что в итоге накажут не тех, кто эту ситуацию создал в 205-й бригаде, а этих Z-военкоров, которые начали рассказывать, что там что-то не очень хорошо. Я много раз рассказывал, что складывающая ситуация, она замечательна абсолютно, потому что проблема российской армии глобальная, которая существует с первых дней этого вторжения, существовала до, просто она была не так явно заметна. Это проблема связанная с тем, что на бумаге все хорошо, по факту все плохо. Это хорошая проблема, это сильно снижает боевой потенциал российской армии. Но есть вторая проблема, которая стала очерчиваться все более серьезно. Проблема связанная с тем, что тех, кто рассказывает о том, что не все хорошо, их начинают к ногтю вот так вот. Оп! И кого посадят, кому предупреждение сделают, кому а-та-та скажут. И это тоже хорошо, потому что чем меньше общественность, пусть даже Z-патриотическая, обращает внимание на проблемы, тем меньше вероятность их исправления. Кстати, тоже был ряд комментариев, значит, мне писали, Майкл, слушай, ну вот ты часто рассказываешь, что в российской армии плохо и это, и это, и это. А почему же тогда российская армия еще не разгромлена? Почему вся территория Украины не освобождена? Это хороший вопрос, если не, ну как бы вот если отринуть весь бэк, который существует. Если его не отринуть, то ответ сам собой очевиден. Ответ заключается в следующем. Российская армия, как и российское государство, имела гораздо больше ресурсов, чем Украина. Почему даже западные аналитики, когда вторжение только началось в 2022 году, вот это полномасштабное вторжение, говорили о том, что Киев падет за три дня, о том, что Украина не сможет нормально сопротивляться. Почему они про это говорили? Не потому, что они сильно сомневались в войсках Украины, а потому, что российская армия на бумаге, это огромная армия с огромным количеством техники, с огромным количеством снарядов, с огромным количеством профессионалов и элитных войск. С гигантским офицерским корпусом, с флотом и с авиацией, которые в несколько раз по количеству и, как казалось, по качеству превосходят украинские войска. То есть, если бы российская армия была тем, чем она хотела казаться, то, ну, скажем мягко, у Украины было бы намного меньше возможности для сопротивления. А если говорить, как тогда рассуждали военные аналитики, их бы не было вообще. И вот как раз все эти проблемы, о которых и я рассказываю, и военные аналитики, и источники, и которые мы видим в течение полутора лет войны, это буквально та причина, почему российская армия не только не взяла Киев, но и потеряла те территории, которые захватила в начале полномасштабного вторжения. Именно по этой причине единственный областной центр, который они захватили, это Херсон, и тот уже освобожден. Это все следствие не только героизма и мужества украинской армии, который беспрецедентен. Не только благодаря смекалке украинских военачальников. Не только благодаря тому, что Владимир Зеленский правильно руководит армией, давая генералам принимать ключевые решения. И заставляя их в том числе дискутировать между собой для того, чтобы выработать наиболее правильное. Но еще это стало возможным благодаря тому, что российская армия внутри себя оказалась глубоко непрофессиональной. Оказалось, что отсутствуют генералы, которые умеют принимать правильные решения. Оказалось, что то, что на бумаге было записано, как огромное количество снарядов и большое количество современной техники в тех же танках, оказалось, что это лишь на бумаге. Это и вот та нынешняя ситуация, которая есть, когда российская армия в глухой обороне и когда украинская армия ведет наступление. Это следствие того, что российская армия в жизни оказалась намного слабее, чем на бумаге. Несмотря на то, что по всем количественным параметрам российская армия превосходила украинскую. Конечно, несмотря на то, что российская армия имеет все те проблемы, о которых мы постоянно говорим, к сожалению, она все еще остается грозным врагом. Ровно потому, что все равно есть много танков, все равно есть авиация, все равно есть ракеты дальнобойные. Это никуда не делось. Но оказалось, что этого не столько, сколько Россия заявляла. И оказалось, что пользоваться этим Россия умеет гораздо хуже, чем профессиональная армия. Поэтому, когда вы смотрите на поле боя, на сводки с фронта, надо держать это в голове, что все не только в нынешнем моменте, но и контекст происходящего. Если бы два года назад кто-то сказал, что украинская армия будет нести меньшие потери, чем российская в прямом боестолкновении, что российская армия потеряет гораздо больше техники, чем украинская, вам бы покрутили пальцем у виска и сказали, что вы, видимо, плохо в школе учились или головой ударялись. Поэтому все то, что произошло, в том числе и битва за Киев, освобождение Харьковской области, освобождение Херсона и наступление украинское, которое идет прямо сейчас, которое уже прорвало первые российские фортификационные сооружения, несмотря на то, что Россия полгода минировала все вообще сплошняком и строила бесконечные фортификации, вот все это следствие того, о чем мы говорим про российскую армию. И самое в этом, конечно, замечательное, что российская армия исправиться не может. Именно поэтому я могу рассказывать о ее проблемах столько, сколько захочу, это никак не повлияет на решение этих проблем. Ну, в общем, грызться между собой эти Z-каналы начали основательно. Появилось вот это самое видео, которое описывает Гусельников, где вот эти бойцы говорят, что у них все хорошо. Давайте само видео, собственно, и посмотрим. Привет всем с островов. Вот они, острова. У нас такая просьба ко всем блогерам и всем прочим. Ребят, не мешайте работать. Тот ажиотаж, который вы развели в комментариях везде, он никому не нужен. Вы на данный момент действуете хуже, чем х**, наверное. От вас вреда на данный момент больше, чем пользы. Если вы хотите нам чем-то помочь, вот он остров. Мы там частые гости, приезжайте, помогайте. Сейчас пойдем работать. А сидеть и писать комментарии, обсирать кого-то, сидя на диване, ну, может каждый. И еще, мы не блогеры, мы не звезды какие-то. Ступать с вами в полемику и вести какие-то переговоры, дискуссии дальше мы не собираемся. Это единственное видео, которое мы записали, больше от нас видео не будет. Если хотите пообщаться, милости просим. Нас, в принципе, знают все. Местные. Соответственно, приезжайте и пообщаемся здесь. Всем удачи. Здорово. Видите, бойцы говорят, что все хорошо, все под контролем и просят им не мешать. Ну, естественно, те Z-каналы, которые писали о проблемах 205-й бригаде, начали на это видео реагировать. Два майора. Нам попросили показать видео, на котором бойцы 205-й бригады опровергают сообщения о проблемах, озвученных другими бойцами через возможности в интернете. Отметим, что если мы допускаем неточность или откровенные ляпы в публикациях, нам сразу пишут в бот, комментарии, звонят по телефону, откуда следует. Поэтому прежде чем что-то репостнуть или написать, мы проверяем информацию, обычно через три источника минимум. Но в этот раз при публикациях о ситуации в 205-й ни одного сообщения от бойцов о том, что мы напутали и наврали, не было. А единственный источник, который решительно опроверг сообщение с мест, мы прикрепляем к данному посту. Это вот это видео. Предлагаем личному составу 205-й бригады обращаться к военнослужащим на видео за разъяснениями. Они наверняка объяснят, что на самом деле все хорошо, а военблогеры наврали. О поступлении новой информации и развитии обстановки доведем дополнительно. Романов Лайт тоже отреагировал на это видео. Парни из 205-й бригады, которые реально вели боевую работу на островах и которых сейчас делают крайними в этой истории, шьют уголовку, передают Ташкенту на видео. Привет и подтверждают, что он тыловой на островах никогда не был. Очевидно, никто из боевых в этой гнили сниматься не согласился. Сапаньков пишет. Сетка Соловьева впряглась за руководство 205-й бригады. Форсят вот это видео. На нем человек с позывным Ташкент, выяснили по внутренним источникам, снял видео с островов с осуждением жалоб на руководство. На видео мы видим чистеньких пацанчиков, которые снимают видео, стоя в блиндаже. Блиндаж из бревен, без обваловки и не замаскирован. Ну то есть просто навес, почти как для шашлыков. С коптера такой блиндаж выпасается с километра, даже подлетать не нужно. И он на открытой местности, не в посадках под кустами, а прямо посреди полян. Зачем блиндаж посреди поляны? Чтобы противнику лучше видно было? Или потому что это полигон? Где маскировка? Где либо масксети, либо накидной хлам из веток земли? Зачем блиндаж с круговым обзором? Чтобы осколкам легче было залететь внутрь? Где пулеметная точка? Зачем этот блиндаж? Поставить туда солдатика, чтобы он журнал учета прилета снарядов заполнял? Ну это же залипуха. На передовой все спрятано, замаскировано. А самое главное, укрыто так, чтобы максимально защититься от прилетов. А тут окна, как в Москва-сити. Но самый прикол, что напротив блиндажа в полный рост стоит оператор. То есть бравые разведчики спрятались в блиндаж, потому что опасно. Оператор остался снаружи. Потому что самый бесстрашный? Или надо было снять блиндаж для антуража, чтобы было понятно, насколько все серьезно, в кавычках, и без шуток? Для сравнения прикладываю скрин с настоящими разведчиками из 205-й бригады, кстати. Сравните, как они по-настоящему выглядят. Алехин решил для читателей объяснить, что такое постанова. Постанова – это такое действие чиновников, которым они в последнее время отвечают на любое обвинение. Занимаясь общественной работой уже около 10 лет, в рамках которой удавалось и добиваться реального изменения ситуации, заставить чиновников работать, и даже снятие высоких региональных чиновников, а также возбуждение уголовных дел по фактам, которые хотели замять и спрятать, чиновники отвечали всегда двумя инструментами. Попытками найти инструменты и людей для прессинга. В том числе не брезговали переговорами с бандитами, а также разного рода постановочными видео, якобы доказывающими, что ситуация придумана. И все это сопровождалось работой продажных журналистов, поливающих меня грязью. Кроме грубо срежиссированных видео, на которых подкупленные, запуганные или участвующие в незаконном или нетичном деле подчиненные рассказывали, как все хорошо и общественник лжет, еще использовались и общие обращения, добровольно в кавычках подписанные всем коллективом о том, что коллектив любит своего руководителя, общественник порочит его честь. Все постановы всегда легко рушатся, потому что, во-первых, те, кто профессионально защищает общественный интерес, умеют добыть факты, и у них много источников, и они более профессионально подходят к делу. Увлеченные же чиновники, выгораживая себя, обычно допускают много ляпов, считая, что народ схавает любое и не заметит. Недавно показывал постанову от чиновников региона, с которым губернатор после моего поста спросил, где обещанная школа пилотов БПЛАев и ПВ-дронов. Чиновники сделали постанову и показали класс, в котором был один мавик и комп учителя. Они даже не поинтересовались, как должен выглядеть реально класс для обучения пилотов, чтобы хотя бы для постановы его скопировать. Аналогичные случаи с видео, где штабной человек в чистой форме из 205-й бригады с позывным «Ташкент» рассказывает, как на островах хорошо. Находится он в ни разу не обстрелянном легком блиндаже, а снимает его сверху оператор, демаскируя блиндаж и не боясь прилета. На островах, которые укроме просматриваются и простреливаются, при этом на видео не видно, что это острова, а зрителя держат за стадо, которое должно поверить на слово кому-то в маске. Но, как всегда, в таких случаях бывает, появляются честные люди, которые узнают инициаторов и участников, да и квалифицированно объясняют, почему это постанова. И ситуация с 205-й бригадой полностью вписывается в классику. Но, как всегда, недальновидные служаки не учли, что, во-первых, два майора, это телеграм-канал, точно имеют возможность проверить любую фактуру не одним способом. Во-вторых, у Зергулио, Сапанькова и Тринадцатого, а также Романова очень много контактов именно на южном направлении, и все они имеют возможность проверить, информация реальная, или ее прислали в бот трусы или цепса. Это я написал для того, чтобы показать инструменты лжи, используемые самодурами, наделенными властью, а также, что надо бороться за правду и бороться до конца. Очень хочется, чтобы это поняли и бойцы, которые постеснялись обратиться напрямую в ДВКР, чтобы прекратить беспредел в отношении них же. Знаете, что напоминает? Ну, напоминает, честно говоря, многочисленные расследования ФБК, напоминает, как, собственно, боролись с путинской властью и путинскими чиновниками настоящие общественники, оппозиционеры, которые рассказывали все то же самое про чиновников, про самодуров, все прочее. Ну, с единственной разницей, что здесь не делается последний вывод, правильный, единственно возможный вывод, что это не самодур-чиновник, это не самодур-генерал, не самодур-проверка, это система. Система, которая выстроена так, чтобы имитировать деятельность и прикрываться от какой-либо критики. И Путин не человек обманутый этой системой, а человек ее создавший. Но это не так важно. Важно то, что ничего из этого поменяться при Путине не может. Эти люди могут хотя бы писаться своих обращений. Мы с вами их все прочитаем, и люди увидят, что происходит в реальности. Еще раз, я записываю это ровно поэтому, чтобы люди понимали, что идя в окоп в российскую армию, даже если у них нет принципов, их шанс выжить не очень велик. Потому что, с одной стороны, их не обеспечат всем необходимым, а со второй стороны, если они об этом начнут рассказывать, их начнут прессовать и шить уголовки, как рассказывают сами эти зет-блогеры, на которых тоже скоро начнут шить уголовки. Единственным путинским вот этим военкором, тут надо дать еще одну корректировку, во время битвы жаб и гадюк у зрителя и читателя может появиться какое-то такое чувство, что кто-то из этих жаб и гадюк прав, а кто-то не прав. Ну, например, когда Пригожин чехвостил российскую армию, более того, начал рассказывать, что значит вообще вся война, они очень знают и прочее. Многие люди под впечатлением начали такие, ну, Пригожин может быть и союзник наш будущий, может быть он вот как-то такой бравый человек. Это большая ошибка, потому что все эти и жабы, и гадюки, они все военные преступники. Они жалуются друг на друга лишь потому, что боятся за собственную шкуру. Они жалуются друг на друга, чтобы продавать финки НКВД. И нет в этих историях никакого героя. Есть только сплошные злодеи, которые просто иногда к нашему всеобщему удовольствию выясняют отношения друг с другом. И потом их убивают или арестовывают, и это ждет и многих других. Поэтому что у путинских непосредственно военкоры, что эти зет-блогеры, которые тоже во многих других постах постоянно врут, рассказывают небылицы и прочее-прочее. То есть, ну, как вообще брать информацию из этого канала? Когда они рассказывают что-то о других, ну, то есть, когда они рассказывают, я не знаю, о либералах, об Украине, о Западе, это их фантазии, которые соответствуют линии партии. Когда они рассказывают о проблемах внутри себя, это с высокой долей вероятности правда, потому что они всегда это делаются очень скорбным лицом, всегда пытаются сначала мягко это делать, потом чуть потверже. И в любом случае, когда идет целый хвал от обращений, это значит, с высокой вероятностью, это информация правда, но особенно, когда они прилагают к этому какие-то факты. Факты, которые можно верифицировать. И поэтому я много раз говорил, что для того, чтобы изучать, так сказать, зет-каналы, нужны определенные компетенции. Потому что там можно выуживать полезную информацию, но очень легко, как-то вот, если ты много вот этого все читаешь, как-то, не знаю, проникнуться к какому-нибудь из персонажей личной, любовью или еще чем-нибудь. Поэтому будьте с этим аккуратнее. Итак, из путинских военкоров, из тех, кто сидел с ним за одним столом, и в итоге стал абсолютно шелковый, ну, то есть почти все они абсолютно шелковые, что Пегов, что Поддубный, что этот, как его, Сладков и прочие, да, они стали прям вот петь дифирамбы российской армии, забивать вообще на все проблемы и говорить, что все выдумка и проще. Вот один из этих блогеров, Подоляка, он решил все-таки присоединиться к этой ситуации и выступить на стороне тех, кто говорит, что в 205-й бригаде и в целом на херсонском направлении все довольно плохо. Будет ли это стоить ему свободы? Возможно, да. Потому что тех блогеров во многом спасает, что они не настолько известны и популярны. Поэтому их не перекупать особо не надо власти, по крайней мере, сильно не запугивать. Да, довольно активно, так активно, как тех блогеров, которые непокорны. Итак, что написал Подоляка. «Маразм на херсонском направлении усугубляется. Открытое обращение. К сожалению, ситуация, описанная в данном материале, развивается в самых худших традициях нашего Министерства обороны. Комиссия, которая выехала разбираться, единственная своей задачей видит найти и наказать тех, кто вынес мусор из избы и тех, кто встал на защиту солдат от произвола начальства. Хочу донести до высоких кабинетов Министерства обороны и не только проблему так точно не решить. Солдаты на всем направлении знают они не из сводок Министерства обороны, а из сводок солдатского радио. Там дворится форменный звездец. Солдатская масса бурлит и негодует. И сегодняшнее показательное наказание невиновных и отмазка виновных приведет только к следующему этапу эскалации проблемы и переносу его в гражданское общество Российской Федерации. К сожалению, это уже происходит. На дворе 21 век. И скрыть это не выйдет. Неужели это до сих пор непонятно? Ну и как результат, мы будем продолжать класть наших солдат здесь абсолютно бессмысленные при почти нулевых результатах, как это было ровно в такой же ситуации месяц лишним назад в районе Антоновского моста. И будет еще очень много других косвенных негативных результатов, которые скажутся на ходе проведения СВО. Потому богом заклинаю, разберитесь нормально в ситуации, а не как это происходит сегодня. Или будет беда. Беда, подоляка, обязательно будет. Правда и у тебя, скорее всего, личная. То есть, из тех, кто большие, большие военкоры, большие военблогеры, за ними, что называется, придут первыми. Поэтому можете вот такой невидимый списочек записать. Кстати, если хотите, я могу сделать видео, где я просто пофантазирую, кто из людей будет следующим. Ну, как из людей? Из вот этой тусовки. Кого следующего посадят? Кого следующего убьют? У меня есть несколько соображений. Но, правда, это будет такой, скорее, развлекательный ролик. В общем, если вы бы хотели такое увидеть, пишите в комментариях. Я посмотрю, если запрос будет, сделаем. Потому что, ну, я, с одной стороны, не очень люблю такие несерьезные ролики, где я буду не на факты опираться, а просто голые размышления. С другой стороны, это может быть забавно. Ну, и подводит итог всей этой ситуации канал Визионера, который пишет про кейс 205-й бригады. Главная проблема Министерства обороны Российской Федерации известна. Круговая бюрократическая порука, исключающая возможность не то, что реформирования, но и вообще любой реакции на критику со стороны, кроме защитно-круговой. После катастрофы с Пригожным была уверена, что уже теперь-то дело по-любому стронится с мертвой точки, и начнутся перемены. Но пошел третий месяц, а вот он не там. С чего была, с чего была вообще идея, что что-то сдвинется с мертвой точки? Убийство Пригожного, это буквально убийство того, кто критиковал больше всех. Посадка Стрелкова, это буквально посадка того, кто критиковал вторым за Пригожным. Ну, то есть, понимаете, как бы как можно из того, что всех критиков изнутри структуры либо сажают, либо убивают, делать вывод, что проблема сдвинется с мертвой точки? Ну, то есть, в каком мире розовых пони надо быть? Ну да ладно. Показательной стала ситуация с 205-й бригадой, где конфликт руководства с личным составом стал неразрешимым. Случай 205-й бригады осветил глубокий и четкий раскол в телеграмме на армейских лоялистов, которые уже, не смущаясь, закрывают глаза на любые поднятые проблемы в армии, и широкую оппозицию Минобороны. Минобороны же решила просто игнорировать общественность и ситуацию в информационной сфере как неважную, убедившись, что никакие сигналы снизу, с фронта до Кремля не доходят, а если доходят, то не работают. Все там доходят, просто им похуй в Кремле, это часть плана, это часть самой стратегии Кремля. Ну ладно, извините, что я так часто вмешиваюсь, просто когда, знаете, не можешь пройти мимо, когда видишь невероятную тупость. Либо армейское руководство сидит на чемоданах и просто ждет кардинальных решений сверху и поэтому отказывается всерьез заниматься оздоровлением ситуации в армии здесь сейчас. Ну это мой любимый копиум, типа «Скоро, скоро отставят Шойгу и Герасимова и поставят наших хороших пацанов». Либо оно совсем потеряло адекватность и засунуло голову в административный песок, категорически отказываясь вообще смотреть в лицо надвигающейся катастрофе. В любом случае, кейс 205-й бригады становится не просто тревожным сигналом кризиса в армии и государстве. Если он будет развиваться в том же русле, что и сейчас, он сам станет кризисом. Точнее, вскроет ситуацию как посткризисную, что кардинальный слом уже случился, машина сломалась и катится только по инерции. Просто не все еще об этом знают. Но скоро, неизбежно, этот управленческий слом даст о себе знать со всей катастрофичностью последствий, к которым, впрочем, кажется, начали уже привыкать. Золотые слова. Ну, буквально замечательный эпилог и эпитафия на истории 205-й бригады и всех остальных бригад, как минимум, на херсонском направлении, а на самом деле по всей линии фронта. Ровно об этом и я говорю, и многие другие. И слава богу, что это происходит именно так. Именно вот эта некомпетентность армейского руководства, созданная Путиным система постоянного очковтирательства и все вот это вкупе и есть та составляющая будущей победы Украины, которая обязательно настанет. Музыка. 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 Музыка.